фильм про младенскую биту я делал в начале весны 2019 года извиняюсь за качество звука ранее фильм размещал на канале мой взгляд на историю россии канал особо раскрутить не удается поэтому перезаливаю фильм на военно-исторический канал кому интересна политика история можете ознакомиться с фильмами на нашем политическом канале тут вы увидите фильмы о прошлом и острых проблемах современности фильме про младинскую битву будет немного политики поэтому для кого это неприемлемо не смотрите младинская битва мне хотелось бы немного рассказать об этом сражении поподробнее ибо в нашей стране про него мало кто помнит и так битва при молодях это была эпическая по своим масштабам и значению битва 16 века времен правления ивана грозного сопоставить ее можно с битвы за москву 1941-1942 годов или бородинской битвой 1812 года предпосылки битвы крымские татары регулярно грабили русскую землю течение 100 лет до младинской битвы они совершили 48 грабительских набегов а в 1571 году сожгли москву уцелел только кремль из 120 тысяч жителей города осталось только 40 тысяч остальные были убиты взяты в плен или разбежались бить татар было нечем и некому московское царство увязла в ливонской войне отвод войск западных рубежей неминуемо привел бы к вторжению поляков литовцев и шведов а сами крымцы были вассалами турок турция на тот момент была в разы сильнее чем московское царство по сути это была одна из крупнейших мировых империй ее владения включали северную африку большую часть аравии весь ближний восток балканы сербию болгарию румынию часть венгрии и австрии тому же и также подчинялись нагайская орда и крым османы превосходили московское царство и в экономико-техническом аспекте но это примерно то же самое что сейчас вступить в войну соединенные штатами америки или объединенной европой после разгрома окрестностей москвы татарами в 1571 году иван предложил крымчакам прекратить набеги а взамен обещал им отдать астраханское ханство но герей правитель крыма потребовал передать ему еще и казанское ханство то есть все то что было захвачено русскими за время правления грозного тем самым дать возможность крымскому хану возродить золотую орду а значит и подчинить русь новому иву иван грозный не мог пойти на эти условия начал готовиться к тотальной войне перед русским народом стал вопрос жизни и смерти в 1572 году герей уже шел на москву в полной уверенности что серьезного сопротивления не будет с ним шли турки ведя с собой передовую в мире осадную артиллерию татары с турками намеревались прикончить русских государств взяв не только окрестностей москвы но и сам кремль они желали срубить голову русскому медведю а потом рвать его на куски напомню что основным источником доходов татар была торговля людьми пленных славян продавали в турцию италию египет да и по всему средиземноморью слово славянин в английском языке означает раба крымцы были очень хорошо вооружены торговлю рабами проносил огромные барыши но в этот раз кататары шли уже не в набег а для полного завоевания подчинения русской земли именно для этого и была взята турецкой артиллерии иван грозный начал укреплять южную границу по реке оке были сделаны засечные линии деревья подрубали и валили в сторону юга против такое нагромождение деревьев армия с обозами и конями не могла разбирать их было слишком долго засечная черта была на сотни километров от калуги до коломны там где не было деревьев и в стратегических точках строились маленькие крепости для боя было собрано 12 тысяч конных воинов а также 8 тысяч стрелков огненного боя всего 20 тысяч 34 воина и около 4000 казаков если судить по разрядным книгам которые сохранились до наших дней мы знаем сейчас практически поименно всех русских воинов дворян кто участвовал в этой битве я своей эпохи это было огромное войско которые проявляли от 40 до 50 тысяч конных воинов по оценке современных историков занимающейся военной историей а также с ними были турки составе 7000 янычар с огнестрельным оружием даже просто сломить в бою одних только турок для всей русской армии было бы крайне сложно а тут еще и десятки тысяч всадников вооруженных ничем не хуже а то и лучше чем наши встретились противники 23 июля 1572 года боевые действия происходили следующим образом на картах синим обозначены татары а красным русские стрелочками передвижения войск татары шли по дороге на москву и уперлись в русское войско стоящие у серпухова и попытались наскоком взять укрепления на русские отразили все атаки гирей не стал бросать своих войн в бессмысленный бой обошел русских с флангов турки с артиллерии остались напротив серпухова крымцы и нагайцы по дорогам прошли на север они соединились в молоде и пошли на москву до которой оставалось всего 50 километров татары знали что войска у москвы нет тем самым надеялись выманить русских из укреплений и используя подавляющий численный перевес разгромить их в полевом сражении воеводы воротынске разделила русское войско на три части небольшой отряд остался под серпуховом укреплениях для имитации того что здесь все русское войско примерно 20 тысяч пошло за татарами они везли с собой пушки и полевые укрепления отряд опричника хворостена из 4400 человек шел в авангарде войско русские подошли к молоде и построили укрепление называемый гуляй городом пока основное войско укреплялась отряд хворостена выдвинулся вперед и нанес удар по талам татар разбив небольшой отряд противника хворостен начал отступать к основным силам а за ним погнался 12 тысячный корпус врага гире был уверен что его план сработал и московитов он сейчас раздает в поле использовать численный перевес но он ошибся русские заняли позиции укреплениях так что татары не могли их обойти у молоди находился перекресток дорог и пройти мимо укреплению русских было невозможно противник вынужден был атаковать лоб в лоб турки не стали атаковать серпаков думаю что там достаточно большие силы русских тем самым не нанеся удар в тыл русскому войску началась битва при молоде на младенском поле русские заняли оборону за полевыми укреплениями гуляй города это были повозки с высокими крепкими бортами бойницами а также просто деревянные большие щиты они надежно укрывали солдат от стрел татар и из бойниц позволяли стрелять по врагу на один выстрел спищали это тип аркебузы предшественник мушкета татарин мог ответить десятью стрелами на повозках было 150 пушек разных калибров татары были обстреляны понесли большие потери и бежали с поля боя на следующий день начался штурм татарами гуляй города татары наскакивали на укрепление расстреливали русских солдат из луков а стрелять они умели очень метко и при этом получали порции картечи и пуль понеся потери татары отступали русские открывали проходы в укреплениях гуляй города и поместные кавалерия и казаки им бросались в контратаки отгоняли врага от укрепления возвращались обратно под защиту пушек и деревянных щитков за это время пушки чистились и готовились снова к бою в то время используется черный порох из-за которого канал стволов огнестрельное оружие быстро забивался нагаром и оружие нужно было тщательно чистить татары перестраивались и шли в новую атаку и так целый день русские пустили стан врага дезу о том что с севера в тыл татарам приближается сам царь 40 тысячами воинов из новгорода татары решили что попали в окружение у татар стал заканчиваться фураж для коней а у каждого татарина было по два или три коня а это более ста тысяч животных войске лесах и болотах для них не было столько корма орда должна была постоянно двигаться добывая пропитание она стояла на одном месте и тысячи лучших воинов гибли на маладинском поле русских подходил концу запас пороха да и потери были немалые бесконечно долго отстреливаться от татар они тоже не могли 2 августа татары пошли на решительный приступ гуляй города предвидя это русские оставили в укреплениях только отряд опричников хворостена а также артиллерию эти люди понимали что шансов выжить у них немного вся уцелевшая русская армия вышла из гуляй города под покровом ночи под руководством воеводы воротынского татары шли на приступ спешившись и понимание современных людей это примерно то же самое что если бы братва из 90-х приехал на разборки на троллейбусе то есть татары попали в крайнюю нужду и вынуждены были значительную часть войска спешить до этого гордость им не позволяла ступить ногой на землю так как для всадника было унизительно сражаться в пешем строю татары презирали пехоту и пеший бой если бы они это сделали раньше то гуляй город был бы взят первый же день к моменту решительного приступа у татар вряд ли было больше 30 тысяч воинов даже при таком раскладе на каждого защитника укреплений приходилось по 10 неприятелей о чем думали люди опричников хворостена глядя в глаза наступающие на них смерти этого мы никогда не узнаем но враг не смог сломить их уволю к сопротивлению татары подошли вплотную к щитам несмотря на картечный и пищальный огонь и храбрости было не занимать это были закаленные в боях войны но они не умели сражаться слаженно в пешем строю и штурмовать укрепление русские полководцы заставили врага сражаться там и где они это могли делать наихудшим способом в пешем строю татары чувствовали себя неуверенно татары уже начали перелазить через укрепление русские стояли насмерть никто не бежал татары почувствовали вкус победы вот-вот оборона русских будет сломлена и тут их тылу появилась русская конница этому моменту русских было тысяч 9 10 не более ночью они обошли татар с тыла и в нужный момент атаковали неприятеля русские решительно пошли в атаку под рев боевых труп рожков и крики воинов татары давно ожидавшие появления сорокатысячной армии царя решили что это и есть русский царь это произвел на них ошеломляющий эффект к тому же татары были спешены а русские на конях а та часть татарского войска что оставалось на конях была ослаблена из-за того что кони были голодными несколько дней подряд защитники гуля города сделав последний залп открыли проходы в укреплениях и пошли в решительную атаку удар был сокрушительным татары дрогнули и побежали разгром был полнейшим часть конных татар удрала почти все кто был спешным были истреблены или взяты в плен янычары с артиллерии так и не вступили в бой и вынуждены были бежать в крым есть мнение что русским удалось захватить турецкие пушки иногда пишут что янычары атаковали и гуляй город вместе с татарами мне кажется маловероятно что турки бросили свою очень дорогую артиллерию посреди поля под присмотром степняков и очертя голову побежали с конницы делать обходной маневр тем более что они были пешие да и татарам для маневра не нужна была медлительная пехота турки шли конкретно штурмовать москву итогом битвы стало то что московское царство выжило русский народ не утратил государственности и не попал вновь под и горды русское царство удержала под контролем реку волгу и выход в сибирь что дало немалые богатства и возможность стать империей и укрепить свои международные позиции все это было возможно благодаря проведенным стране реформам царя ивана грозного именно он построил государственную систему которая позволила направить ресурсы страны не только в карманы элиты но и в те проекты которые были нужны народу для выживания одна засечная черта построена против татары чего только стоило до грозного армия была значительно менее организованная и как минимум вдвое меньше по численности грозный расширил пределы страны практически в два раза победа при молодях это прежде всего победа русского царя и созданной им армией и экономической и политической моделями управления страной обращает на себя внимание то что опричники в ходе младинской битвы выполняли самые ответственные и опасные задания воевода воротынский знал что они не отступят и храбры и стойки в бою заметьте что образ опричника ивана грозного точно так же как и память нквдшниках сталина для либеральной общественности равнозначен и отрицателен а вот непредвзятый анализ тех далеких событий говорит нам что именно благодаря этим людям удавалось одерживать великие победы спасающий весь народ от истребления врагами своей политики иван грозный сильно ограничила власть и доходы элиты общества в том числе и церкви они ему этого не простили и убили и его его наследников и современная элита россии видит в грозном идеологического врага который ставит интересы страны выше интересов отдельных личностей поэтому подавляющее большинство современной либеральной общественности и церковники ивана грозного именуя тираном и умалишенным все его заслуги перед страной либо не освещают вообще или представляют в сильно искаженном и отрицательном контексте как например фильме царь поэтому победа русского оружия грандиозны по масштабам и значению младинской битве слабо освещается в российской исторической литературе и учебниках ведь если рассказать об этой битве честно то нужно будет признать тот факт что победа была возможно именно благодаря реформам ивана грозного а не вопреки его деяниям как это либеральная общественность пытается выставлять сейчас всем интересующимся рекомендую посмотреть видео младинской битве олега двуреченского и клима жукова именно их лекции перегли в основу этого видеоролика нам нужно помнить героев своей страны четко понимать причины их успехов нужно хорошо знать прошлое чтобы уметь строить настоящее и планировать будущее понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизиты указаны в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал